Героя Высоцкого Героя Высоцкого Глобальное поражение Локальный победитель В какой-то совершенно проигрышной партии Он оказался В этой партии почти случайно Такой непобедимый герой Но в силу обстоятельств Заканчивающий Собственно самоубийством Ну то что мы видим Про героя Высоцкого Что он убивает своего И так далее Вот эта тема того что Что здесь присутствует в фильме В принципе как мотив Это то что на самом деле Непонятно кто здесь свои А кто чужие Потому что свои все время убивают своих Это и во второй линии то же самое Попали к красным расстрелять Попали к махновцам расстрелять Махновцы это другие или не другие Герой Быкова путается Он говорит это наши Ну они вроде тоже повстанческая армия Вроде тоже из крестьян То есть вроде наши Но нет Оказывается не совсем наши расстрелять Но даже если мы всмотримся В пару Янковских Быков То и там не очень понятно Насколько они товарищи Правда же Когда вот они сейчас встречаются Недавно Одна из последних их встреч Когда они встречаются Вот в этом бункере белых Что говорит Быков Эх вражья душа Ну вроде бы как Он так смеясь Говорит вражья душа Но вообще-то говоря На протяжении всех их отношений Они напряжены Напряжены тем Что герой Быкова Ощущает в Янковском Вражью все-таки душу Ну и он чуть не расстреливает его Правда руками Он говорит все он предатель Расстрелять Ну и если бы Янковский остался жить То что-то такое ощущение Что долго Он бы навряд ли протянул С такими друзьями С такими своими Он Быков говорит Что мы с тобой неразлучны Как два пальца на одной руке Ну вот это тот мотив Который как бы пронизывает Вот это убийство Своими-своих Он пронизывает обе линии И линию Назовем ее линию Высоцкого Линию старого мира Так можно сказать И линию нового мира Ну и про Высоцкого Я сказал Какого типа героя мы здесь видим Да то есть эти две линии Они пересекаются Ровно в одной точке Где герой Высоцкого Убивает Этого оператора Некрасова Теперь про оператора Некрасова Который тоже является феноменом Он феномен какого рода Он феномен памяти Говорит все что я видел Это я зафиксировал Просто как есть И это его феноменальность Это собственно говоря Его главное качество Понятно что здесь Помимо вот этих двух героев Ну трех героев Я не знаю Быкова включать Героя Быкова включать В число героев или нет Или все таки В подголосок Но есть еще один Очень важный герой Это камера Мы понимаем что Камера очень важный герой Хотя бы заканчивается Все собственно говоря Хроникой которую снял Оператор Некрасов Правда Так вот Камера Давайте вспомним тот момент Когда ее вручают Герою Янковского Камдив Говорит что он Давно мечтал Снимать кино У него скажем так Художественные цели Правда Он перечисляет Какие-то фильмы Которые он видел От которых замирает душа Но мы Говорит с тобой Будем снимать Другое кино Кино про наших Красных бойцов Это художественный замысел Тут же появляется И другое Другое использование Кино Или камеры Другое использование Это использование В войне Мне нужно Для утилитарных целей Мне нужно собственно говоря Для борьбы с врагами Мне необходимо это И По сути дела Вот в этих двух высказываниях Содержится собственно говоря То что можно было бы назвать Ну Социалистическим восприятием искусства То есть искусство Которое С одной стороны Воспевает Новый мир А с другой стороны Искусство Это оружие Для борьбы с врагами Правда Две стороны Одной медаль Новое искусство Советское Оно должно С одной стороны Воспевать Нового человека А с другой стороны Бороться с врагами Вот эти две функции Они собственно говоря И озвучены В тот момент Когда Янковскому Вручается камера Ну и то Что она используется Как оружие Очень смешно Здесь показано Да То есть это Буквализация Происходит метафоры Когда Янковский Расстреливает Камерой Махновцев Единственное Что ему удалось Тогда зафиксировать Тогда значит Получается Все-таки Что вот эта Камера Она Играя здесь Важную роль Которая Вносит в этот фильм В том числе И тему Ну искусства Тему искусства Которая За которое Несет ответственность За новое искусство Несет ответственность Герой Янковского Ну вот этот мир Который расколот На две части Мир старый И мир новый Возможно Что это единый мир Как это воспринимают Сценаристы Или режиссер Собственно говоря Этот раскол Приводит к тому Что каждый Убивает своего И различие Между своими Чужими Становится Очень странным Этот старый мир Который на самом деле Уходит Он почти весь Уходит в воду Правда же Помните Полковник Красивая сцена Он со своими друзьями Уходит Топится Тоже Нельзя не вспомнить Про лету То есть Они канули в лету По сути дела То есть Это река о памяти Которая Собственно говоря Этот старый мир Он уходит В забвение И если мы Теперь предположим Что Януковский Репрезентирует Собой память А Старый мир Уходит в забвение То оказывается Совершенно не случайно Что Герой Высоцкого То есть Герой Того старого мира Уходящего Он что убивает Он убивает Собственно память Уходя Старый мир Уничтожает Память А что остается У нового мира Вместо памяти То есть Нельзя избавиться От своего товарища Или от своего брата Или от своего пальца Да Не потеряв память Теряя память Этот новый мир Обретает Хронику То есть Напоминание Памяти То есть Избирательную Память Потому что В хронике Мы видим Только новый мир Старого мира Там нет Правда Его не снимал Некрасов Ну и Вообще говоря Искусство Или кино Как хроника Как то Что фиксирует Прошедшее Естественно Что он Избирательный Память Хранится Только В человеке И поэтому Вот Убивая Память Собственно говоря Носителя памяти И убивает Высоцкий Отправляясь В лету Забвения Вместе С этим самым Старым миром Вот таким образом Я бы Прочел Этот фильм Если не прочел А проинтерпретировал Я не уверен В данном случае Что То что я сказал Было замыслом Сценаристов Или Режиссера Я имею ввиду Вот про памяти И камеру Но Те мотивы О которых я сказал Они безусловно Присутствуют И вот этот раскол Мира надвое Который Собственно говоря Заставляет Всех Стрелять Во всех Это безусловно Присутствует В фильме Как Некая тема Ну Вот На этом я Свой спич Закончил И с удовольствием Предоставляю Слово Антону Долину Я Скажу Вначале Сверхбанальную Вещь Чем талантливое Произведение Искусства Тем Больше Степень Оно открыто К интерпретациям И тем меньше Им сопротивляется Тем как бы Фильм богаче Во-первых Это фильм 68-го года Это фильм Которому Исполняется 50 лет В этом году И Это Один из Продуктов Этого Невероятно Богатого В культурном Историческом Смысле По всему Миру Года Который Конечно Для советской России Для Америки Или для Франции Все это были Совершенно Разные феномены Разные явления Однако Все они Были связаны С идеей С одной стороны Переосмысловывания Войны И идеи Новой революции С другой стороны С идеей Либерализации Ну в зависимости От того О какой стране Идет речь Разные роды Либерализации Имелись ввиду И Где-то Либерализация Как в случае С Пражской весной Была Довольно Зверским образом Раздавлена И конечно Эта картина Которая говорит О трагедии Гражданской войны В частности Появилась Очень вовремя Немножко О тех Кто Сделал ее Чуть Очень важные Все три персонажа Евгений Карелов Это очень романтическая Фигура Это режиссер Который сделал Всего несколько фильмов Умер очень молодым Ему было 44 или 45 лет Эту картину Он сделал Когда ему было По-моему 36 лет И он В общем Ровесник героев Этого фильма Это очень важный момент Сценаристы Дунский и Фрид Это вообще Одни из самых лучших Сценаристов Наверное За все Советское время И это не первая Совместная работа Но мне кажется Это первый их шедевр Наравне с фильмами Миты Для которого Гори-гори Моя звезда Которая явно Вступает В какой-то Диалог Служили два товарища Но служили два товарища Были раньше Дунский и Фрид Если кто не знает Это были два человека Прошли и через войну И через лагеря Они сидели И конечно Они Были Абсолютными виртуозами В том Чтобы говорить На запретные Запрещенные В сталинское время Темы Самые болезненные И щекотливые Выбирают ли это В такую жанровую форму В которой это было можно Ну конечно Это не значит Что у них не было Цензурных проблем Конечно они были Но им удавалось С этим справляться И вот Вместе с абсолютным Романтиком Кареловым Они С их чудесным Чувством юмора Иронии Смогли создать Это произведение С одной стороны Тотально романтическое И за это отвечает Персонаж И Линия Высоцкого С другой стороны Тотально ироническое За что отвечает И образ Быкова И его дуэт С Янковским И многие Второстепенные персонажи И Махновца И Демидова Ну вы наверное Обратили на это внимание Фильм этот Уникально смелый Был для своего времени Для 68-го года По тому Как тут трактовалась Эта тема Гражданской войны Ну дело в том Что вообще Конечно белогвардейцы И белое движение Присутствовали В советском кино Столько сколько Присутствовало Это самое кино Но трактовка Была вполне очевидная Ну скажем Ее каноническая форма Явлена в фильме Чапаев Которую знал Каждый советский человек Наизусть Понятно Что речь идет О злодеях Которые Значит Маршируют рядами В котором чуждо Практически все Человеческое Кроме коварства И в этом смысле Какая-то очень важная Такая ментальная Берлинская стена Рухнула В момент Оттепеля С появлением Фильма Чухрая Для которого тоже Кстати говоря Дунский фрид Работали как сценаристы Фильма Сорок первый Гениальная картина По повести Лавренева Которая экранизировалась И до войны Но совершенно иначе И вот эта история Любви Марютки И говорухи Отрока Красноармейки И белого офицера Она конечно потрясла И поразила Тогда весь мир Фильм проехался По всем европейским фестивалям Получил призы И с этого Началось Вот это Шествие Началось шествие Оттепели Советского Нового кино Пятидесятых годов А не слетят журавли Которые Несколько лет спустя Получил все-таки Золотой пальму Вет в Каннах И Появился этот образ Белогвардейца Человека Но понятно С чем это было связано У того же Чухрая У Лавренева Это такие были Монтеки Капулетти История любви Которая вдруг нагрянула И поразила И в самое сердце И она настолько Острая Любовь Что ничем Кроме смерти Не может закончиться Очень тоже смелый Для своего времени Безусловное высказывание Понятно как сделанное Но здесь история иная Здесь мы видим Наравне присутствующих Причем изначально По воспоминаниям Высоцкого Я не читал Какой-то первой версии Сценария Его линия была гораздо богаче И по легенде По апокрифу Линию Бусинцова Радикально сократили Для того чтобы Для публики Не было очевидно Что он главный герой То есть пришлось Это переделать И ужать Так чтобы Два героя Или три героя Если мы воспринимаем Пару Вот эту вот Слегка комическую Немножко Дудкиход Санчо Панса Или Улиншпигель Лам и Гудзак Да Они проигрывали ему Они были таким Немножко обрамлением Изначально И в фильме Пришлось это Уравновешивать Сила взрывная Этого персонажа Сыгранного Высоцким Поручика Брусинцова Она была связана В очень большой степени Не только с Энергией Самого Высоцкого А про то Как он играл эту роль Очень много всего написано Очень рекомендую вам Почитать В интернете Есть воспоминания Что Высоцкий Вообще не очень умел Изображать Играть Он отдавал Свою энергию И свою органику Персонажам С которыми он мог совпасть И вот Может Ури напомнит Какие еще фильмы Тут показываются Его Ну вот условно говоря Короткие встречи Да Смотрели короткие встречи Великий фильм Тоже тотальное совпадение Не значит что судьба такая же Но очень близкий Психотип Близкий персонаж И вот здесь Высоцкий Сразу Прочитав сценарий Увидел себя в этом персонаже Он очень хотел его играть И Не только в этом было дело Но и Конечно В огромном Давлении Вот этого Непроговаривания Того Что такое этот персонаж Белогвардейца Кем он мог быть Белогвардейц Как романтический персонаж Это вот так мало было в кино Чуть больше в литературе Что когда оно появилось Здесь В такую силу Всех совершенно потрясло И позже Конечно Уже появились Экранизации Булгакова С персонажами которых Конечно Вот эти герои Белогвардейской части Родственные Я говорю о фильме Бек Безупределись у Аллова и Наумова И о Днях Турбиных Которые еще позже появились Басовских Замечательные картины Но началось Вот с этого Персонажа И Конечно Можем здесь Долго рассуждать О разных Типах Разных Видов Кинематографа Что есть кино Как искусство Есть кино Как хроника Хроника Память Да Об этом здесь идет речь Но я бы Немножко иначе Это проинтерпретировал Впрочем Одна интерпретация Другую здесь Никак не перечеркивает Мне кажется, что конечно Персонаж Некрасова Сыгранный Янковским Он и есть кино И он с камерой Потому что он кино И фильм напрямую Довольно романтическим образом Говорит нам о том Что кино Это не техника Это не камера Которая может Снять какую-то ерунду И не просто память И запоминание Этот персонаж Что-то большее В нем есть чистота В нем есть взгляд В нем есть милосердие Он щадит Брусенцова Не дает его убить А тот его убивает Это диалог Как я это вижу Искусство И истории И это тот момент Наступления Этой самой Эры милосердия Когда после Второй мировой войны В 60-х Все-таки И все еще Оттепельных годах Есть возможность Искусству Кинематографу Взять реваж За жестокость истории Показать драму Белого офицера Показать драму Этих красноармейцев Показать их всех людьми Которые могут посмотреть В этот самый Прицел пулемета И для того Чтобы на голую девку Полюбоваться А вовсе не для того Чтобы кого-то расстрелять Показать эту Железную Эту кнопку Демидовой Которая Во всех видят Тех Кто ее пытал Это на самом деле Я в этом вижу Совершенно очевидный шарж На правосудие Сталинского времени Хотя тут речь О гражданском А не о сталинском Времени Первое Чем она непримиримее Тем первее Возникающая мысль Немедленно расстрелять И то как кино Как искусство Может принести в это И милосердие И конечно подлинную память Знаете Я сейчас пробежался Очень быстро По этой выставке Высоцкого Здесь Не знаю Сходили ли вы все на нее Если нет Если кто-то нет Обязательно сходите Она замечательная И там есть военная часть И коммунальная часть Они мне тут же напомнили Про Алексея Юрьевича Германа Герман Который Ну все Такие случайные Как бы совпадения Ничего случайного не бывает Первая работа Германа Режиссерская Сделанная в том же 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 Это фильм Седьмой спутник По повести Бориса Лавренева Как и Сорок первый И это И Герман Снял Пару лет Спустя После этого Герман Абсолютный Ровесник Высоцкого Не одного года Рождения Он снял Фильм Проверка на дорогах Где роль Лазарева Главную роль Должен был играть Высоцкий Он пробовался На эту роль Но он был таким Не очень Не очень-то он был Фаворитом В госкино В общем Кандидатуру за пароль Ну Герман сам Потом говорил Что может она и к лучшему Владимир Заманский Сыграл эту роль Совершенно замечательно Вот И Конечно Речь идет О том Как кино Возвращаясь К этому Прошлому К этой памяти Пытается ее Восстановить Через иногда Какую-то фантазию Известно Что Герман Пытался Найти в хронике То как выглядели На самом деле Партизаны И не смог Потому что Вся эта хроника Была засекречена Он нашел это В трофейной хронике Фашистами снятой Где их арестовывают Партизанов И увидел Что они все В немецких мундирах Которые они реквизировали Но это нельзя было На советском экране Показывать И вот это Восстановление реальности Восстановление правды Конечно Эта идея Тоже в очень Романтическом виде Присутствует В фильме Служили два товарища Где эта хроника Все-таки сохранилась Все-таки что-то Ему удалось снять Но поэтическая память Память головы И память сердца А не память Запечатленная на камеру То есть память кинематографа Как искусство Как фантазии Все-таки мне кажется Здесь Она важнее И она Сильнее действует Небольшая Небольшая реплика Мы тут обсуждали Да Мы тут обсуждали За красных Я или за белых Допустим Да Есть такой эпизод Я за красных Но Есть чувство Объективности Должен сказать Что эвакуация Была Врангелем Проведена Безупречно Не было Таких эпизодов С давкой С побегом То есть Весь флот Который был Посадили войска Посадили гражданских Кто-то хотел уйти И покинули Севастополь И собственно говоря Красная армия Туда вошла Только через сутки Вот Ну Это Понятно Что в фильме Показать было нельзя Это просто Честно говоря Моя реплика Вы просили реплики Я вот сказал А вы не знаете Насчет Севаша Это Насколько исторически Точно вот этот эпизод Абсолютно точный Эпизод С Юшуним Когда Офицеры Заходят в море Это было Это документально Подтверждалось Они стреляли до последнего Потом уходили И тонули Севаш Абсолютно верная Абсолютно точная Это ноябрь был То есть Пытались сначала На лодках переплыть Но там уже был Тонкий лед И в итоге Войска Так шли По грудь В воде И собственно говоря Этим маневром Крым Был освобожден Кстати говоря В 44 году При освобождении Крыма В мае месяце Наши войска Собственно говоря Повторили тот же маневр Хватили Турецкий вал Через Севаш Ну и конечно Вещь которую я не сказал Она К анализу Фильм вообще Кого отношения не имеет Но как же Отзывается Эта идея Драмы Гражданской войны В которой нету Правых и виноватых А фильм именно так устроен Он не показывает Хороших и плохих Мне кажется Это впервые Такое в советском кино Произошло Где настолько очевидно Есть равновесие То что это происходит На фоне Крыма Учитывая сегодняшнюю Как бы политическую ситуацию Это невероятным образом Я сегодня просто Пересматривал фильм Это отзывалось Как хроника Сегодняшнего дня И это поразительно Но я не знаю Что к этому можно добавить Наверное ничего Ну да Но я откликнусь На реплику Мне кажется Что здесь действительно Вот эта последняя сцена Независимо от того Как там исторически Это протекало Могли бы отъехать И спокойно Но по сути дела Мы видим два выстрела Которые были необходимы Здесь художественно Он стреляет из пушки По этому кораблю Добиваясь Чтобы в него сесть И немедленно стреляет в себя Что-то сел Чтобы покончить с собой То есть вот этот разрыв Его просто понятно Что нужно было драматизировать Я слышал Ненавет на Врангеля Что это сделано По причинам художественных Конечно Ну да Выходи Спасибо за прекрасно проведенное время Что я хотела сказать Действительно очень сложно Выделить здесь главного героя Вот линия Высоцкий Линия где Янковский С Равнобыковым Но почему-то В афише этого фильма Именно фотография Где Высоцкий Со своей вот девушкой И интересно Почему именно вот Эту линию Выделили как В афишу Надо уточнить Когда эта афиша делалась Да Может быть это рекламный ход Не Ну Любая афиша Это рекламный ход Здесь Здесь очень легко ответить У нас же цикл Посвящен Высоцкому Правда Это реклама Она Вы имеете ввиду реклама на сайте Ну Был выбран именно тот фильм Где есть Высоцкий Ну а еще если женщина Совсем привлекательна Так что здесь Это чисто Пиар-ход Не более того Конечно Это не интерпретация Это содержание фильма А подчеркивание того Что у нас Про Высоцкого речь Вы сказали Что сокращена была роль Высоцкого Вы знаете Вот у меня почему-то С детских или юношеских лет Помнится Когда я его смотрела В старой войне Что он стреляет в коня А потом в себя А тут этого кадра нет Это что у меня Вот Бзик Или действительно Было что-то сокращено Вы не скажете Потому что Мне казалось Что вот я помню Это Как он стреляет в коня Это было бы естественно После этого застрелить себя Сейчас вы сказали Мне кажется Что и я помню Но я не знаю Возможно Ну значит По всей видимости Так оно наверное было Может быть Да Но в той версии Которую мы сегодня смотрели У меня даже нет ощущения Что он видит этого коня Он смотрит куда-то В другую сторону Он видит его коня Он потому и стреляется Но Вот По В общем это надо проверить Порыскать По интернету Посмотреть Понимаете Ну нет Я не Не историк Этого не знаю То есть я не знаю Этого точно Что касается сокращения Роли Высоцкого То речь идет о гораздо Более глобальных вещах То есть была Первая версия сценария До режиссерского сценария Дело в том Что Как раз для Дунского и Фрида Персонаж Брусенцова Был самым важным Они говорили Не только потому Что Не только потому Что Белый офицер Там впервые Такой Как бы положительный персонаж И так далее И тому подобное Но Тоже факт Который мне не сказал Он вообще известный Они разыскивали Своего товарища По лагерю Был товарищ По именям Саша Брусенцов Он не был Никаким белым офицером Естественно Они назвали Так персонажа Что при помощи Этого такого Магического жеста Привлечь и найти Тогда же Не было там Интернета Или каких-то там Телефонных книг Позволявших отыскать Они не знали Что с ним Жив ли он Освободили ли его И хотели его найти Я думаю Что вот Такое магическое Вкладывание Какого-то особенного Внимания Особенной энергии В этого персонажа Задолго до того Как было понятно Что это будет Высоцкий Уже придало ему ускорение То есть здесь Много всего разного Сошлось Скорее всего Они его наделили Чертами Вот этого Своего Я думаю Что да Ничего про него не знаем Но конечно Не просто так назвали Да пожалуйста У нас Нас записывают Поэтому Про режиссера Немножко еще Можно рассказать Знаете У него Несколько Достаточно Средних картин И две Выдающиеся Это И Снятая Лет 8 По-моему Спустя после этого Незадолго до его смерти Экранизация Двух капитанов Которые я думаю Очень многие смотрели В детстве В юности Это Прекрасная картина Совершенно замечательная Он умер От сердечного приступа Если я правильно помню После того Как искупался Там в холодном море Что-то в этом роде Ну я Опять же говорю Я не историк Точно не знаю Но Это человек Оставивший Две абсолютно Выдающиеся картины Из того Что именно Эти две картины У него лучшие Я считаю так Я бы сделал Один такой Очень простенький вывод Что он был человек С даром Режиссерским Визуальным Работой с актерами Но не Драматургическим Получились Те две лучшие Картины Где была лучшая Литературная основа Потому что Дунский и Фрид Безусловно Были выдающиеся Сценаристы Я сказал Одни из лучших Ну и конечно Роман Каверина Это Ну может сейчас Уже неприлично Так говорить Я считаю Что это шедевр Литературный Абсолютно Тоже такая Кристальная вещь Сейчас ее Не читают Я думаю Будущее воздаст Ей еще долго Спасибо Мне еще показалось Очень перекликается Этот фильм С кинолентой Бег Которая снята Через два года В 70-х годах Та же история Белое движение Отступление от Красной Там тоже Сиваж есть И там тоже Сиваж И тоже Трагичная Вот эта история Посадки на пароход Константинополь И опять Судьба Мне кажется Этот офицер Он испытывал Те же чувства Нам подается О том что Вряд ли Я тоже так же Согласен Что он его не видел Там просто визуальный Взгляд был Куда-то вглубь себя И возможно Вот эти переживания Под гнетом Этих мыслей Он и решает Покончить с собой Та же судьба Наверное Ждала бы его И в Константинополе Поэтому мне кажется Здесь какая-то Для меня вот Интересный вопрос Который наверняка Знают опять же Историки кино Это читали ли Дунский и Фрид Собственно говоря Бег и Белую гвардию Потому что Переклички Совершенно очевидные Но Не надо забывать Что Бег При всей своей Визионерской силе Все-таки Я говорю про пьесу В данном случае Все-таки основан На совершенно реальных событиях События сами бы себе Тоже были Очень привлекательны Для кино Вот Не знаю Ну конечно Конечно здесь Этот вестовой Крапивин Как кажется Вот этот убитый Вот этим самым Умирающим Трагически Некрасовым Конечно Герой Дворжецкого Такой Ну превратившийся Фактически В монстр В чудовище Возможный Брусенцов Тоже Имевший свою честь Ну и так далее То есть много Очень есть Конкретных перекличек Вот по поводу Товарища Немножко дольше И вот момент Который мне запомнился Очень сильно Раз столько людей Помнят именно так То наверное Действительно Была такая версия Нам почему-то сегодня Вовсе Наверное Не с цензурных Соображений По непонятным причинам Мы сегодня Смотрели другую версию Но я дома Смотрел В ютюбе Какую-то версию Она была такая же Как здесь Там концовка такая же Он не стреляет в коне Но раз все помнят Наверное так и было Добрый день Я бы хотела вернуться К названию Фильма Служили два товарища И когда я Первый раз Столкнулась С этим названием У меня не было Сомнений Что будет фильм Про двух друзей Которые служат И только По просмотру Я стала задумываться О том Что друзья И однополчане И воинские товарищи Это совершенно Два разных Понятия С точки зрения Отношений Их между собой И наверное Товарищи Как однополчане Есть такое братство И что лучше Иметь дело И служить И сидеть В одном окопе Воевать С тем Кого хоть как-то Знаешь Не важно Как ты к этому Относишься Потому что Конечно Корякин В своей Простоте Исключительно Искренен Но с нашей точки Зрения Сегодняшней Это простота Такая Которая Куже выроства Искренность Искренность Она Сейчас Глядя Современными Глазами Из мирной Жизни Она нам кажется Такой Слегка Удивительной Но наверное Товарищи И друзья Это разные Понятия И видимо Название Сужили два товарища Может быть Еще и здесь Именно К товарищам Нас относят А не к друзьям Ну да В этой связи Еще можно вспомнить Про Эта песня Она же звучит В самом начале И в самом начале Кто ее поет Но точно не Инковский Да Кто ее поет Нет В начале Нет Нет Когда Только идет Название Титры Ну понятно Что не Высоцкий Точно не Высоцкий Поет Но и не Инковский Ну Мне показалось Постфактум Он поет С таким С простотой С такой В языке Что может быть Это как раз И поет Этот самый Коряки Да То есть Это как бы Как Как некая Его песня Ну изначально Которая является Песней Постфактум Но это так Просто замечание Оно любопытно Тем Что эта песня Она как бы А может она Не относится Ни к одному Из персонажей И как я пытался Сказать Что эти два товарища Если мы говорим Что два товарища Это герой Янковского И герой Высоцкого То два товарища Это просто два мира Белый и красный Ну то есть На самом деле По сути дела Россия Которая раскололась На двух служащих Товарищей Которая Изначально Это товарищи Но в общем Оказывается Не товарищи Я кстати Пока мы разговариваем Еще об одной Вещи подумал Что если Прослеживать Вот не творчество Карелова О чем мы говорили А именно Дунского и Фрида То Они в общем Продолжили эту тему В фильме Гори горе Моя звезда Потому что Там Искремас Это Ну это такой Мерхольт Немножко придуманный Это Человек театра Который Оказывается Тоже В общем С миссией Анализа Этой жуткой Реальности Гражданской войны Через искусство И В общем Это фильм О кинематографе И его взгляде На гражданскую войну На убийство На жестокость На эту бескомпромиссность А там Такую же роль Выполняет театр Да Да Действительно То есть Это вроде бы Тот же самый мотив Вот Спасибо большое За данное мероприятие Во-первых И за фильмы За ваши идеи За ваши Такие мини-лекции Вот Вы Уре Упомянули Что Если бы Янковский Его персонаж Выжил Они бы Так Это напряжение С Быковым И не преодолели И у меня вопрос Если немного Расширить Вот эту тему Как Воспринимая персонажей Быкова и Янковского Как некие Обобщенные прообразы Считаете ли вы Что в дальнейшем Это напряжение Было непреодолимое И взаимное Недоверие Или все-таки Вот В рамках Своих В рамках Красных Эти Быковы И янковские Они смогли бы Найти общий язык И по-настоящему Подружиться Мне не нужно отвечать Мы же знаем историю Как это происходило Ну так и происходило По лагерям Да По расстрелам У нас много примеров Людей искусства Которые В общем-то Были готовы Обслуживать Даже То же самое Задание Выполнять Которое Комдив Вместе со своим Начальником штаба Дает А именно Прославлять И бороться Это две задачи Которые Ставились Перед Советским художником Ну и Мы сейчас Не закончим Вечер Наверное Если начнем Перечислять Те кто Готов был Это делать Но Пострадал Потому что Был Заподозрен В чем-то Не том Нет Но еще Мне кажется Здесь Отдаются Все указания В фильме На то Что потом Если бы они Осталили Всех живых Кроме Брусенцова Ну он мог бы Остаться живым В Константинополе Что конечно Рано или поздно Корякин Донос Та бы написал На Некрасова Обязательно А потом Его самого Расстреляли Как старого Большевика Ну это Все такое Гадание На кофейной гуще Потому что Мы знаем Мы знаем И странные Судьбы И людей Которые Переходили Из лагеря В лагеря Потом Показывали В 30-х годах Кристальную честность Или наоборот Идеальных бойцов Которые ломались На первом же допросе Тех Кто доносил И кто никогда Очень все было По разному Но здесь Не забывайте Люди Отсидевшие В лагерях Пишут Этот сценарий Они пишут О том времени Которое они пережили В котором они родились Они не пишут Про 20-й год Ну правда И когда Товарищ На товарища Готов За время Их этих боев Несколько раз Стукнуть Они конечно Рассказывают Про 30-е 40-е годы А не про то Как было в 20-м году Где тоже так могло быть Но это совершенно очевидно Что Эта картина Была обращена К современникам Она поэтому Так Выстрелила Она поэтому Так прозвучала Кстати К разговору Об истории Конечно 50-е 60-е годы Это были первые годы Когда в полулегальном Или совершенно нелегальном поле В СССР Стали просачиваться Сведения Информация О родственниках Знакомых О белых Эмигрантах О том Что они Где они Это стало уже Невозможно Кто-то из них Даже заезжал Или их дети В СССР Новый СССР То есть Это тоже Возникновение Либерализация Этого образа Белого офицера Возникло благодаря этому Они перестали быть Просто пугалами Ну и В общем Действительно Ну Антон уже сказал Про это То есть Художественная Конечно Удача Даже не удача А некая гениальность В том Что Вот этот образ Образ Корякина Образ Ну в общем Стукача на самом деле Он же тоже симпатичный То есть Они же сделали Он В принципе-то Нет Ну Как бы все Ну Так Все открыто Для всего Я же прям В лицо И говорю То есть Мы могли бы Стукача же Изобразить Такого Который там Коварный Который стучит А у него нет Он Он мечтает о счастье Помните Как он едет Рассказывает У нас не будет Вообще У нас Все будет Прекрасно Но чтобы Все было Прекрасно Иногда Нужно Кого-то Шлеп Сражес Вынул Шлепнул Но Его Собственно говоря Перевели В помощники Потому что Он Кого-то Вот так Вынул Револьвер Военспица Кстати говоря Быков Два года Спустя Сыграл Вторую Главную роль В проверке На дорогах У Германа Тоже Знаменательный Момент Там персонаж Ничего общего Не имеющий Но это тоже Маленький человек Из народа Который Совершенно Изменился Получив В руки Оружие Власть Только Там показан Праведник Рядом с ним Есть Наоборот Грешник Уже Конкретный Совершенно НКВДшник С Игорь Насолоницыным Но все равно Там похожие Тоже есть пары Есть Какой-то Параллелизм Мне кажется Явный Ну хорошо Будем прощаться Наверное Да Есть еще один вопрос Есть вопрос Еще Еще один вопрос А вы с микрофоном Уже Я уже Да Если Называть Кино Оружием Советского Искусства То является Ли этот фильм Оружием Если да Вот каким К обоим Вопрос Ну Собственно говоря Когда речь идет Про искусство Искусство Как оружие То безусловно Режиссеры Или сценаристы Наверное Это тоже подразумевают Все что Здесь было сказано Про этот фильм Как его Ну в каком-то смысле Революционность Того времени Мы видим Мы видим Это в каком-то смысле Оружие Понятно Идеологическое оружие Оно работает То есть мы сегодня Говорим о белых Вот так То есть мы восстанавливаем Еще одного Образа Еще одного товарища Нам обычно Показывали Только одну линию Ну то что мы видим В хронике Например Да Вот эти Бойцы А это кино Показывает Две линии Тем самым Собственно говоря Стреляя Ну Если хотите В определенного рода Идеологическую мишень Ну и попадая В эту идеологическую мишень Поскольку Большая часть зрителей Не видит В Исоцком Отрицательного персонажа Хотя конечно Я помню Когда я смотрел Маленьким Все таки Я ему симпатизировал До того момента Пока он Не убил Некрас Ну что же такое Действительно Последнюю пуль Он в нашего прекрасного Красноармейца Стреляет Действительно Очень горький момент Мне кажется Отвечая на этот вопрос Мне кажется В вопросе заключен Ответ Это фильм Если оружие То вот как В желтой подводной лодке Помните Там битлы поют Свою песню И из пушек Начинают цветы расти Это совершенно Миротворческое Пацифистское орудие Это фильм Направленный Конечно Против войны В котором Противопоставлены Не потому что Белый и красный А потому что Один отводит винтовку А другой стреляет Тот кто отводит винтовку Это конечно Альтер-эго Режиссер Или сценарист Автор фильма Это сам воплощенный Кинематограф Он отказывается Стрелять Он может только Имитировать эту стрельбу Он существует там Не для того Чтобы убивать А Сотский Все-таки Для того Чтобы убивать Поэтому он С собой Кончает Тоже Не только Потому что Белые проиграли А красные Выиграли Ну да Ну это Как бы вопрос Собственно Интерпретации Того Что же такое Оружие А у вас Еще есть вопрос Я думал Мы заканчиваем Нет Хорошо Ладно Орий Вы посетовали Что предыдущее Собеседование Было нулевым Когда у нас Была интервенция Так как Все это мероприятие Связано с юбилеем Владимира Семеновича Высотского Я думаю Что Вот это нулевое Мероприятие Предыдущее Связано с тем Именно с Владимиром Семеновичем Потому что То что играли Все артисты В интервенции И то что сыграны здесь Это две большие разницы Мне кажется Что вот тот фильм Как вы нам Рассказывали Был создан Под юбилей Революционный И Вот все артисты Это имхо Мое мнение Все они играли Чисто отработать Отработать номер Ну сделать юбилейный номер Чтобы все там Были задействованы И поэтому Я думаю Что сегодня было обсуждение Что Высоцкий Играл себя И В отличие от того Что он играл в интервенции Спасибо Ну я должен Чуть-чуть поправить Эту реплику Я не говорил О том Что предыдущие Мы обсуждали В прошлый четверг Фильмы интервенции Да Ну Мне просто меньше было Что сказать А Василий Корецкий Как раз нам очень интересно Много чего рассказал Мне не кажется Что обсуждение было А обсуждение В смысле после фильма Да После фильма Действительно вопросов не было Ну Не знаю Теперь что нам Ставить Высоцкого Все время В хорошем исполнении Чтобы обсуждение Стимулировать Мы решили Что в интервенции Плохое исполнение Да Там стилистика Просто такая Там дело не в Высоцке Спасибо Я хочу просто поделиться Своими мыслями И возможно Вы даже мне что-нибудь Объясните Просто я если честно Видела в Высоцком Ну В героя Который играл Высоцкого В первую очередь Негативно в героя И это мне было видно В том числе Из-за того Что вот эти две Две линии Две линии развития Характеров героев Они были бы просто Ну они как будто бы На контрасте Были построены И ну в том числе Если там Отличиться от того Что герой Высоцкого Играет Высоцкий Гениальный актер Нам очень нравится Его игра Но вот сам персонаж Его знакомство Наше знакомство с ним Начинается с того Что он убивает человека Просто так Дальше Вступает В его линию Значит Ну вот его роман И мне например До конца не очевидно Его возлюбленная Она отвечала ему Как бы взаимностью Или нет И то что она осталась Тогда на берегу Это тоже как бы Ставит сомнение Вообще Любила ли она его Или просто она как-то Ну не знала что делать И на всякий случай Была с ним Я не знаю И еще тот вариант Тот момент Когда Высоцкий просто так Потому что у него есть пуля Убивает героя Юнковского Вот здесь же тоже Моменты буквально на контрасте Потому что Юнковский В свою очередь Когда они увидели Белармейцев впереди Он сказал Давай не будем убивать Мы не знаем кто это И вот тут На контрасте Мне все таки кажется Что Высоцкий В первую очередь Здесь негативный персонаж То есть здесь конечно Все герои представлены В черно-белом свете Потому что люди Вообще сложные И мы не можем сказать Что кто-то черный Кто-то белый Но вот именно Если сравнивать Эти две линии То Высоцкий Он все-таки Герой Высоцкого Он все-таки Больше черный Спасибо Но они очень разные И все построено Конечно на контрасте Это человек искусства Оказавшийся на войне И человек войны Высоцкий человек войны Первое что он делает Это стреляет Последнее что он делает Это стреляет Перед этим он убивает человека Просто потому что У него есть возможность Убить человека Вот Но я сказал Давайте я может быть Более отчетливо Это проговорю Этот фильм Он не о войне То есть физически Он ее показывает конечно Не о войне белых и красных Это фильм Реальный его конфликт Как я это вижу Это конфликт искусства И осмысления Вот этого искусства 68 года С беспощадной реальностью Истории И И искусство Проигрывает В 20-м году Не может не проиграть Естественно Человек с камерой Против человека С винтовкой Заряженной Он Проиграл Сразу Но Искусство Берет реванш Тем что делает Этот фильм И тем что завершает Его этой хроникой Снятой Некрасовым То есть это Другого рода победа А погибают они оба Естественно То есть это показывает Что на войне Ты можешь пережить Своего противника На несколько минут Первым нанести удар Но в конечном счете Погибнут все А бессмертие Только милосердие И только искусство Способно его достигнуть А в данном случае В этих условиях Довольно романтического Все-таки фильма Я бы это повторил еще раз Но он должен был быть романтическим Он декларативный Он говорит какие-то важные вещи Сказать это неромантическим образом Тогда Было абсолютно невозможно Точно так же как 41-й Чухрая абсолютно романтический фильм Это обязано было быть таким Это не могло быть суровой правды жизни Хотя я считаю Что персонаж Быкова Здесь этой суровой правде Очень серьезно Даже не уступка А вот такой прям аргумент Показывающий Эту подловатую реальность Я согласен с вами Что есть некий налет Если не говорить о символике Которую я предложил Антон предлагает Если не говорить о символике То понятно Что здесь присутствует Вообще все-таки Несмотря на то Что все показано вроде бы так Более-менее в равном Но естественно Что белые как бы похуже Ну так скажем Чуть-чуть Чуть-чуть похуже Все равно что-то такое Ну даже вот эта сцена Где этот пьяный адъютант Которого он убивает Убивает он его кстати Совершенно нормально Не потому что он стреляет в человека А потому что Ну в него кому-то вырываются У него всегда с собой револьвер Он очень переживает Что он убил своего друга И так далее Но вот этот друг Эта вся обстановка И так далее Она как бы контрастирует С обстановкой В штабе красных Даже не в штабе красных Я вообще забыл про это сказать Хотя мне кажется Что это очень важно В начале Самое начало Если мы вспомним фильма Когда ищут Некрасова Перед нами проходит экспозиция На самом деле Самых разных Так скажем Стендапов Нового мира Репетирующий оркестр Где кто-то фальшивит Помните? Учат азбуки Учатся воевать То есть на самом деле Это как бы такие Учебные лагеря Пионерские Под которыми ездит Этот гонец И ищет Некрасова И понятно Что эти лагеря Они показаны Как бы с большей симпатией Чем лагерь Условно Лагерь белых Где вот ходит Этот пьяный адъютант Которого в итоге Убивают Поэтому В общем Было бы конечно Преувеличением сказать Что Оба мира Показаны равными Но Вот в моем прочтении Собственно говоря Этот мир Новый Он очень многое теряет С уходом этого старого С забвением Этого старого мира То есть по сути дела Он теряет Ну как я это уже сказал Теряет память Определенно Но этот фильм Является как бы Восстановлением Да Вот еще один у нас вопрос Наверное будет последний Потому что мы не можем Бесконечно все-таки Разговаривать Да Ну Вы же сами Попросили Что мы пообсуждали Ну Можно я Резюмирую Все-таки Мне кажется Даже вот на Последнем эпизоде Отплывающий пароход Конь В воду Мне кажется Одна из мыслей фильма Что в гражданской войне Нет победителей В гражданской войне Нет победителей И мы не победили И эта мысль Тоже была Абсолютно революционна Надо сказать Для советского искусства Которая догматически Сообщала Даже в таких Я бы сказал Авангардных Мощных произведениях Как Чвенгур Допустим Платонова Как Канармия Бабеля Это Великие книги И В них Показана Правда Того Как это было И все-таки Там речь О победе красных А это 50 лет спустя После революции Фильм Который Говорит Уже о том Что Нет никаких Победителей Толком И я бы сказал Что Гораздо более Отчетливо Эта мысль Проговорена И там уже Точно есть паритет И с равенства В беге Несколько лет Спустя А да конечно И ну просто Это некая лестница Постепенно Это очень важная ступень Без этого фильма Этого бега Не было бы Я совершенно уверен А бег был По-моему Был первой экранизацией Булгакова На Руси Мне кажется Не знаю По-моему да Ну хорошо Будем расставаться Приходите В следующий четверг Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому